Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И сегодня у нас в гостях представители Института экологии и природопользования Казанского Федерального Университета. И поговорим мы с ними о новых зеленых технологиях в области сельского хозяйства, разработки которых ведутся в стенах вашего института и которые поддержаны в том числе и грантами Российского Фонда Финансирования Науки, если не ошибаюсь. Итак, у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор, директор Института экологии и природопользования Казанского Федерального Университета Сильвановская Светлана Юрьевна. Кандидат наук, доцент кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования Курынцева Полина Александровна. И кандидат наук, старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории Центра агро- и экобиотехнологии Казанского Федерального Университета, тоже представитель Института экологии и природопользования Бекташева Лилия Рамилевна. Добрый день, дорогие гости! Добрый день! Добрый день! И прежде чем мы перейдем к самому вкусному, о собственно разработках, которыми вы занимаетесь, ваша группа, у меня вопрос Светлане Юрьевне. Что такое зеленая технология в сельском хозяйстве? Я правильно понимаю, что это попытка изменить существующий порядок вещей, где для повышения урожайности, для защиты растений, для защиты животных, их производительности увеличения, используются продукции традиционной химии, синтезированные удобрения, пестициды, гербициды, интенсициды и так далее. С одной стороны, производство, применение этих химических составов уже давно отработано, широко используется, оно обеспечило зеленую революцию, которая случилась в конце 20-го, начале 21-го века. А с другой стороны, вот эта синтезированная химия, она вызывает определенное беспокойство с точки зрения экологии и с точки зрения безопасности в долгосрочной перспективе здоровья человека. И вот сейчас ученые всего мира бьются над задачей заменить химическую основу современного продуктивного сельского хозяйства на что? На что? Вы бьетесь? Спасибо, спасибо большое, вопрос очень хороший, и я, как люблю, немножко отойду в этом вопросе назад. Вы правильно сказали о зеленой революции. Действительно, раньше сельское хозяйство было экстенсивным, когда урожай собирали с большой территории. Во время зеленой революции начали выводить исследователи высокоурожайные сорта растений, но они могли давать такие высокие урожаи только в определенных условиях, когда для них создавались комфортные условия обитания по содержанию элементов питания, когда их защищали от вредителей и так далее. Именно в это время появилось большое количество химически синтезированных средств защиты растений. Это и питание минеральное, и фунгициды, и гербициды и так далее. И в какой-то мере вопрос продовольственной безопасности для нашей планеты приблизился к какому-то решению. Потому что мы знаем, что голод на планете есть и сейчас в разных странах, и продовольствия требуется все больше и больше. Но вот такое выращивание сельскохозяйственных растений неженок привело к тому, что часто даже и бесконтрольное, как вот на авось, а давай-ка мы побольше добавим минеральных удобрений, может, мы побольше получим урожай. Привело к тому, что почва стала, если не совсем мертвой, то она утратила ряд функций. Поэтому, когда мы сейчас говорим о зеленых технологиях, мы говорим о том, что они в первую очередь должны быть направлены на здоровье почвы, на то, чтобы почва функционировала сама и не требовала какого-то вмешательства. Тогда мы будем получать высокий урожай, качественный урожай, то есть хорошие характеристики зерна, хорошие характеристики свеклы, морковки и так далее. Восстановить здоровье почвы как раз и призваны зеленые технологии, в которых мы, понятно, что сейчас пока еще только частично, потому что мы никуда не денемся от химических средств защиты растений, сможем заменять их соединениями, которые продуцируют живые организмы. А раз живые организмы, в частности микробы, их продуцируют, значит, это природные вещества, и они будут находиться в согласии с процессами, которые происходят в почве. Поэтому зеленые технологии – это технологии с использованием живых организмов, в частности биотехнологии, либо с использованием продуктов, которые синтезируются этими организмами. Продукты могут быть самые разные, они могут и микроорганизмы, они могут стимулировать рост за счет лучшего потребления азота, они могут стимулировать рост растений, они могут защищать от патогенов растений. А у нас в лаборатории есть несколько направлений создания таких препаратов. Биопрепараты – это культура микроорганизмов и получение метаболитов микроорганизмов. Вот сегодня мы планировали поговорить с вами об одном из этих направлений. Да, я понимаю, что тема зеленой технологии в сельском хозяйстве, она просто необъятная, и мы ее сузим, и в том числе и для вас необъятна, для Института нашего экологии и природопользования. На чем сконцентрирован ваш институт сейчас? И что за идея? И что за идеи мы сейчас, вашу идею мы сейчас разберем? Ну, я хотела бы, наверное, вас немножко поправить, потому что наш институт сконцентрирован не только на этой проблеме. У нас ведь институт междисциплинарный, у нас еще есть целый ряд очень интересных проектов, и с точки зрения сельского хозяйства, которые рассматривают почву как ресурс с помощью методов дистанционного зондирования земли, информационных технологий и так далее. Поэтому мы концентрируемся только на биотехнологиях. Это биотехнологии, в которых микроорганизмы, мы, грубо говоря, ставим микробы в такие условия, когда они синтезируют соединения, мы называем их, ну и во всем мире их называют биосурфактанты, которые способствуют борьбе с фитопатогенными грибами. Итак, какую бактерию вы используете? Под какую бактерию вам дали грант? Я так понимаю, ведь особенность применения бактерий, хотя бы из того, что присутствует в информационном пространстве, это сейчас очень много, но бактерии обращают внимание, переработка пластмассы, переработка отходов питания, вот городские свалки завалены, да, вот какой-то способ, когда бактерия, с одной стороны, поедает, с другой стороны, выдает какой-то новый продукт, который, опять же, используется где-то. Правильно я понимаю? Да, правильно. И существует даже такая поговорка о том, что не существует в мире вещества, которая бы не смогла съесть какая-нибудь бактерия. Всегда такую бактерию найдем. Поиск бактерий, которые бы обладали способностью к биосинтезу биосурфактантов, это одно из как раз направлений, да, одной из частей создания биотехнологии. Какие бактерии используются, наверное, лучше скажут. Какие бактерии уже нашли, наверное, лучше скажут молодые коллеги, потому что это как раз предмет их работы. Полина, Лилия, давайте. Какую бактерию вы нашли, для чего и как она используется? Давайте я расскажу про бактерии наших. В настоящий момент грант нам как раз выдали, это очень интересно, нам выдали его для поиска бактерий, которые будут размножаться на субстратах, которые необходимо утилизировать, то есть на отходах пищевой промышленности, сельского хозяйства, либо на отходах каких-то молочных производств. То есть в настоящий момент у нас уже есть разработки, и у нас уже есть культуры, которые хорошо растут на искусственных субстратах, то есть на промышленных, например, на чистом глицерине. И там у нас есть ряд бактерий, например, рода псевдомонос и бациллус и так далее. Что интересно, они все обладают разными физико-химическими свойствами и по-разному воздействуют и на разные фитопатогены, и на, например, повышение добычи нефти. Тот пул бактерий, который у нас уже есть, мы его сохраняем и будем пробовать также тестировать его на этих бросовых субстратах, то есть на отходах сельского хозяйства, например, либо на отходах, например, жарки, то есть на отходах жира. Но именно сам Гранд нам дали, чтобы мы подыскали тех бактерий, которым будет комфортно в таких отходах, и они покажут наибольший выход вещества сурфактанта. Потому что биосурфатационной активностью, то есть способностью образовывать биосурфактанты, обладает множество бактерий. Просто они все разные природы, у них очень разный выход, и, например, некоторые подавляют фитопатогены, некоторые нет. И мы сейчас будем проводить скрининг из отходов, мы будем выбирать отходы, из них будем высевать бактерии и смотреть, какая пара будет лучше, то есть чтобы был наиболее эффективный рост бактерий на каком-то дешевом отходе и эффективное образование большого количества сурфактантов. То есть вы, по сути, пытаетесь решить две задачи в одном. То есть первая задача, есть отходы производства, частности, жиры, масло производства, жмыхи, выходы от переработки рапса, подсолнечника, и их надо как-то утилизировать экологически чистым способом. Быстро и эффективно. И, соответственно, для этого есть бактерии. Второй момент, вторая часть задачи, это, если я правильно понимаю, это получение, эти бактерии не просто перерабатывают, но в процессе переработки они выдают какой-то продукт, который можно дальше использовать. И по жирам вы объяснили, да, что, скажем так, цели гранта найти, какие вещества требуются для переработки, а что вы хотите получить? Или второй момент, можно ли ограничиться так, что, ну хорошо, вот мы нашли бактерию для переработки, прекрасно, вот переработалась, она превратилась в безвредную субстанцию, которую можно захоранивать, как-то еще использовать. И на этом остановиться, да? Или все-таки задача найти, чтобы это был полный цикл, как фабрика? Вот как раз настоящий момент у нас задача найти те микроорганизмы, которые не только эффективно перерабатывают эти отходы, потому что микроорганизмы, когда у них нет выбора, они съедят все, что угодно. Просто дело в том, какие вещества они при этом образуют. Нам нужно, чтобы те штаммы, которые мы нашли, они больше образовывали сурфактанты, потому что нам интересны сурфактанты, биосурфактанты. И меньше образовывали, например, другие какие-то вещества, выделяли в среду. Как раз-таки конечная цель — это получение самих биосурфактантов. То есть мы хотим составить целую схему производства со скринингом микроорганизмов, дальше выращивание их на субстратах из отходов, дальше получение биосурфактантов, их очистка, что тоже очень интересный этап с очисткой, потому что в настоящий момент она довольно-таки усложная, и это дорогой процесс. То есть над этим моментом тоже надо поработать и придумать какую-то технологию, чтобы это было улучшено. То есть есть, в принципе, идеи, как это можно сделать, но пока мы еще в процессе. И последнее — это, получается, тестирование активности, хотя, по сути, оно идет прямо в процессе. То есть мы получаем маленькие партии, сразу тестируем, и те штаммы, которые не показывают сурфактационной активности, либо где очень маленькие получения по объему сурфактантов, мы их сразу убираем из исследования и берем другие штаммы, которые более эффективно себя показывают, и в процессе сразу полученные субстраты, ну, то есть сам сурфактант, мы сразу тестируем методы физико-химическими методами и смотрим на их качество. То есть, например, какая у них природа, нужны ли нам в этот раз липептидные, либо гликолипидные, мы сразу смотрим, подходят ли они для подавления патогена, например, фузариум, или там для подавления фитофторы. смотрим, для каких возбудителей, какие возбудители они подавляют, грибные, например, или бактериальные. Когда вы сказали фитофторы, это был первый термин научный, который я узнал. Вот биосурфактанты, которыми интересуетесь вы в рамках ваших исследований, что они должны делать. То есть, бактерии съедают, перерабатывают исходное сырье, как сырье, это подходы, и получаете продукт от переработки бактерий, вот то, что биосурфактанты, биосурфактанты, и они что должны дальше делать, куда их использовать, для чего, в какой форме? Вообще, мы в лаборатории смеемся, что это вещество как будто панацеет всех болезней, потому что, если читать статьи, то их пытаются применить буквально в каждой области науки. Вот если читать, там действительно они и в сельском хозяйстве, и нефтяной промышленности, и в косметике. То есть, все, где везде используют синтетические павы, пытаются использовать биологические. Но в настоящее время, конкретно, наша группа занимается только двумя областями. То есть, сейчас у нас шло госзадание, по биосурфактантам, там как раз мы занимались скринингом микроорганизмов из почвы в целях как раз борьбы с фитопатогенами. То есть, нам нужны были бактерии, которые выделяют вещество, чтобы вот это вещество, то есть биосурфактанты, подавляло фитопатогены. Ну, например, томатов или картофеля. Светлана Юрьевна, добавьте. Просто хотел бы немножко упростить объяснение Вилья Рамильевны. Вот мы моем посуду, мы используем моющие средства. Основу моющих средств составляют поверхностно-активные вещества или сурфактанты, полученные химическим путем. Что они делают? Они грязная жирная тарелка, мы капнули, и эти жиры растворяются. Биосурфактанты действуют по такому же принципу. Они воздействуют, растворяют или, можно как-то точнее подобрать слово, жиры или липиды, которые находятся в клеточных стенках фитопатогенных грибов, например. И таким образом они разрушают клеточную стенку, вызывая гибель фитопатогенов. Это принцип действия биосурфактантов или мы еще их называем биопавов? Я бы сказала, что это один из принципов действия, потому что на самом деле биосурфактанты еще могут стимулировать иммунитет растений. То есть обработка растений до заражения может индуцировать выработку защитных веществ самого растения, и тогда просто патогенные грибы или патогенные бактерии не проникнут вовнутрь растения, то есть вокруг растения создается такой защитный барьер, защитный экран. Один из вариантов. Я думаю, что Лиля может еще добавить много способов действия биосурфактантов. Ну, например, еще один, который уже пытаются применять для границей, это то, что химические пестициды всегда разбавляют павами, на настоящий момент синтетическими, потому что когда распыляешь пестициды в жидкой фазе, ну, просто в воде, например, они очень плохо ложатся на поверхность листа, и капельки эти скатываются маленькими бисеринками. И это очень большой расход пестициды, поэтому обычно его разбавляют адювантами, так называемыми. То есть это тоже синтетические павы. А можно, если даже вы не полностью хотите заменить пестициды химические нашими сурфактантами, возможно, заменить хотя бы часть, то есть разбавить не синтетическим павом, а природным павом, потому что он как раз позволяет на листе этой капли удерживаться и более эффективно использовать химическую пестициду, соответственно, меньше применять синтетические павы, которые осаждаются в почве и уходят в грунтовые воды и потом там не разлагаются. Ну и уменьшить дозу пестицидов. Ну да. Светлана Юрьевна, вот вообще вопрос всем. Я очень люблю общаться с нашими биологами, химиками, экологами. Знаете, по какой причине? Очень часто то, что они делают, и это очень живо получается, да, вот в разговоре. Вот многие из них любят свои дачи, огороды, да, вот в живом, и очень часто они то, что изобретают у себя в лаборатории, несут к себе на участок, испытывают там. У вас был такой опыт, Светлана Юрьевна? Я знаю, что вы дачница. У меня был такой опыт, у нас был проект по, когда мы перерабатывали сельскохозяйственные отходы методом пиролиза, да, с получением биочара, и, наверное, мы все утаскивали по мешочку домой, чтобы посмотреть воочию не в лабораторных и не в полевых условиях, но и у себя в саду, да, что, да, почва становится более рыхлой, да, удобрения выделяются более медленно и так далее. Мы можем утащить домой технологию, которой мы занимаемся. У всех садоводов есть так называемые компостные кучи, куда они сбрасывают сырники, очистки картофеля, прокис бульон побежали, да, вылили там и так далее. А через два-три года вот эта вот трава, сырники превратится в такую черную почвоподобную субстанцию, которую растаскивают по участку, это лучше, чем навозы, даже перепревшие и так далее. Но эту черную субстанцию можно получить гораздо быстрее, не за два-три года, а можно получить за один сезон. Что надо сделать с ней, да, вот это как раз та технология, которую мы разрабатывали. Как часто мешать, как часто поливать, что туда добавить, может быть, добавить какого-то азотного минерального удобрения, да, потому что растение это все-таки в основном углерод. Вот эти технологии мы все тоже утаскиваем к себе и широко пропагандируем соседям. почему я спросил, потому что я услышал термин фитофтора, да, в общем-то довольно известная и всем знакомым нашим зрителям болезнь, которая поражает растения, в том числе на наших участках, которые мы любим. Пробовали уже вот разработку лилии, попрызгать свои помидоры. Мы пробовали обрабатывать, я знаю, не я сама, наш коллега в лаборатории пробовала обрабатывать в своей теплице биопрепаратами, не биосурфактантами, а непосредственно бактериями, да, наращивая триходерму, наращивая какую-то бацилку и так далее. Это пробовали, работает, хорошо, но это мы, конечно, пробовали и в тепличных условиях у себя также. Я не думаю про биосурфактанты, они, по-моему, мы пока получаем в небольшом количестве, значит, у нас есть теплица во дворе университета, и мы, конечно, пробовали там, пробовали с помощью этих биосурфактантов лечить растения. Например, выросли помидоры, при транспортировке они, чуть-чуть, шкурка у них кожица задели чем-то. если эту помидору хранить, этот помидор хранить, то через некоторое время мы увидим, что вот в этой рамке появятся грибы, и вот эти плесневые и другие грибы, и помидор уже непригодно. Но если после того, как сделали ранку, помидоры обработать слабым раствором биосурфактантов, такого заражения не будет. Поэтому если дома мы хотим хранить помидоры, которые осенью собрали и какое-то время под кроватью разложили и так далее, вот надо попробовать обработать, и тогда у нас эти помидоры будут храниться долго. И безопасно, потому что биосурфактант это природное вещество. Вот, и у меня в связи с этим вопрос. Сейчас есть средства и они есть в продаже, и они производятся в гигантских количествах для промышленного применения уже в сельском хозяйстве, по защите, я так понимаю, от плесени. Вот эта ваша задача связана именно с борьбой с плесенью и грибковыми заболеваниями. Чем отличается ваш продукт от того, что представлено уже на рынке? От того, что я могу пойти купить в магазине садовом, от того, что он может приобрести фермер или лендлорд, у которого гигантские объемы и промышленного производства? Чем оно отличается? Пока вопрос, я понимаю, не в цене. Это технология, которая только испытывается. Но чем она вкуснее будет для него в будущем, когда технология возможно будет отработана уже и возможно будет запущена в производство? Я могу, наверное, ответить, начать. Самое большое преимущество использования вот этих биосурфактантов для сельского хозяйства и для нефтяной промышленности, где мы тоже его пытаемся применить, это то, что мы используем продукты, произведенные бактериями, не сами бактерии. Когда мы применяем бактерии в каких-то условиях, например, для биоремедиации почвы или для повышения урожайности, там у нас всегда проблема в том, чтобы мы хорошо хранили, хорошо транспортировали и хорошо потом применили эти вещества, потому что это бактерии, то есть они живые, вы их разбавили в ведре, допустим, и смотря, как вы будете хранить, если вы забыли, они могут умереть, но эффективность будет очень низкая. Или, например, они замерзли, оставили в машине, еще где-то там, там был минус 30, и бактерии умерли, а вы об этом не знаете, вы обработали, ждете результата, результата нет. В нашем случае мы уже выделили эти вещества, никаких живых клеток там нет, никаких других веществ там тоже нет, то есть мы очищаем именно вот это конкретное вещество, бисурфактант, его можно хранить и транспортировать в сухом виде, ну, то есть это дешевле для транспортировки, и уже потребитель может его разбавить в каком нужном объеме и обработать. И мы знаем, что это вещество хранится при низких и высоких температурах, потому что его даже используют в нефтяных скважинах, и поэтому мы можем не бояться, что оно не сработает именно в этом конкретном случае. если не говорить о цене, то вот такое преимущество есть у этого вещества. А с точки зрения эффективности? Эффективность, ну, эффективность у него сопоставимая с бактериями-антагонистами. то есть, мы можем либо сами бактерии натравить на другие грибы, чтобы они боролись лично, либо мы можем взять вещество от бактерий и капнуть на этот же гриб. И это вещество также эффективно подавляет жизнь гриба, как и сама бактерия, которую мы внесли в чашку, например, Петри, и протестировали. То есть, это один из механизмов, в котором бактерия борется с грибами в почве и он очень эффективный и других ей не нужно использовать. можно, но этот механизм тоже вполне справляется. Я хотела бы чуть-чуть добавить, может быть, чуть-чуть просто сконцентрировать то, что сказала Лиля Рамильна. Работа с биопрепаратами, в основе которой лежат бактерии, всегда очень неопределенно. Ими нужно работать в определенных временной времени. То есть, с ними нельзя работать на солнце, ими нельзя работать перед дождем и так далее. Потому что солнце высушит бактерии, дождь их смоет и эффективности не будет. Препарат биосурфактант это да, и бактерии, которыми работаем, они также воздействуют в частности теми же самыми биосурфактантами, но они должны их выделить, то есть, они должны функционировать на листе, в почве и так далее. То есть, не сама бактерия убивает грипп, а убивает опять же... Конечно, конечно, то есть, там нет, никто не нападает, а через какие-то метаболиты. мы уже в лаборатории на заводе выделили эти метаболиты, и мы независимо от того, выжила бактерия или не выжила бактерия. И в этом огромное преимущество, и тут как бы гарантированная эффективность. А в случае биопрепаратов, и это прямо вот говорят многие потребители, что они работают биопрепаратом, а он не дает какого-то эффекта, а производители говорят, нет, у нас бактерии эффективны, вы неправильно их использовали. И это вечный спор между производителями и потребителями, и те, и другие правы. Вы способны разрешить в случае выхода В нашем случае это будет гарантированный эффект, потому что он не будет зависеть от того, выжили бактерии при обработке или не выжили. А с точки зрения экологичности и здоровья человека, использование ваших препаратов данного препарата оно насколько комфортнее? выделяем бактерии из природной среды, то есть мы бактерии выделяем из той же почвы, соответственно это то, что у нас присутствует в нашей жизни, поэтому мы предполагаем, что никакого дополнительного негативного эффекта, никакого дополнительного вреда мы не получим. то есть это те же вещества, есть в нашем саду. То есть если мы возвращаемся к вопросу про дачу, дачу, почему я возвращаюсь к нему? Потому что это понятно, это то, что можно пощупать. у нас в нашей почве, которая на наших грядках живут примерно те же самые виды, они выделяют те же самые вещества, просто мы их количество концентрируем и вносим в большей дозе. Условно говоря, я собрал урожай, вот у меня лук лежит в ящиках, если я беру как называется там пулевизатор с вашими биосурфактантами, обрызгиваю или яблоки там, и потом чтобы помыл и ел и никаких проблем или же как-то надо дополнительная обработка. Помыли и едите, да, более того у вас увеличится срок хранения лука и яблок. Но для этого биосурфактанты должны быть хорошо очищены. Это проблема, про которую уже говорила Лили Рамелевна, что должны быть чистые сурфактанты без примеси токсикантов, там, если какие-то метаболиты выделяются еще токсичные. А так это не исключено, да, это вы видите в процессе? Ну, мы как раз-таки убираем из исследований те штаммы, которые выделяют побочные, например, токсичные метаболиты. конечно, микроорганизмы разнообразные, они могут выделять совершенно разные метаболиты, но так как мы выделяем штаммы из почв, которые уже присутствуют в окружающей среде, мы не работаем с патогенными видами, работаем только с безопасными видами, но дополнительно их тестируем, да. вот о плюсах мы поговорили, возможно, кстати, вы еще вспомните какие-то плюсы, которые я сейчас не смог, мы сейчас не успели вытащить и всплыть. Поговорим о минусах той технологии, той идеи, которую вы сейчас разрабатываете. Я так понимаю, там минусы связаны с технологией, в первую очередь, да, технологичностью, или что, где там основные, скажем так, сложности, которые не позволяют вот быстро вывести на рынок этот препарат, заинтересовать крупные компании, вот в чем в чем вот эти вот камешки, да, процессы? Давайте вспомним кто-то по очереди. Я думаю, что меня дополнят. Я вот о чем хотела сказать. Выведение на рынок любого препарата, да, а биосурфактант пойдет как агрохимикат, это длительный и сложный процесс. То есть до этого нам надо иметь технологию получения, но даже при этом мы должны его зарегистрировать, чтобы иметь право продавать и чтобы производители могли работать. Это большое количество различных тестов, документов, экспериментов, которые лабораторные, полевые. То есть на самом деле от момента начала процедуры, когда ты решил, что ты будешь регистрировать, да, чтобы иметь право продавать препарат, может пройти до 3-4 года. Но поправьте меня, если я не права. с полевыми испытаниями 3 года. Но важно, то есть регистрация это заключительный этап. Важно еще и отработать технологию, в которой мы из микроорганизмов будем стабильно всегда получать большое количество этих биопрепаратов. На самом деле первая часть вот этой биотехнологии, она достаточно известна. таким образом готовит просто биопрепараты, когда на каких-то средах наращивают микроорганизмы с определенными свойствами, определенные штаммы бактерий, и потом просто вот эту жидкую смесь бактерий и питательной среды канистрами, цистернами ведут в поля и обрызгивают, опыляют, там орошают и так далее. Технология известна наша задача найти субстраты, на которых мы будем наращивать эти микроорганизмы, чтобы они были дешевые, то есть, чтобы это не был глицерин и так далее, чтобы они были дешевые и давали большой выход продукта. И вторая часть биотехнологии, часть, которая уже не био, а скорее это химическая часть, надо найти технологию, когда мы из этой жижи, из этой смеси бактерии с питательной средой выделим и очистим биосурфактанты. Это тоже очень сложный процесс, потому что, как сказала Лиля Рамильна, такие технологии есть, но они очень дорогие, там используются дорогие химические вещества, дорогое оборудование и так далее. И это тоже одна из задач, которую нам надо попытаться решить. Но еще раз, эти вещества биологического происхождения, их продуцируют бактерии, которые, ну грубо говоря, мы вот с вами сейчас разговариваем, они к нам залетают в рот, да, налипли у нас на руках, находятся на поверхности стола, мы же от этого, от основной массой не заболеваем, ну если мы уберем там патогенные микроорганизмы, с ними мы и работаем. И задача удешевить процесс культивирования, да, и найти четкий процесс выделения этих биосурфактантов. Как только это технологические этапы будут отработаны, можно задумываться о регистрации препарата. Ну и еще я хотела бы добавить, на самом деле у бактерий свойства продуцировать биосурфактанты, это эволюционно закрепленное свойство, оно есть у многих бактерий, это их оружие за место под солнцем, грубо говоря, да, таким образом они выгоняют со своей территории, например, грибы, да, которые являются более сильными конкурентами по сравнению с бактериями. Наша задача найти те бактерии, которые бы имели сильную способность, да, вот, синтезировать эти препараты, понять, что их можно культивировать на каких-то таких дешевых субстратах, да, и найти технологию, как дешево и быстро их вытаскивать из культуральной жидкости. Тогда у меня такой вопрос. Вот сейчас эта работа уже ведутся, да, ведутся, и есть ли уже такие, ну, на уровне идей хотя бы, вот, прорывы, чтобы вы, ага, мы нашли способ обойти, мы нашли способ сделать более простую, более эффективную технологию по выходу вот этих метаболов из бактерии или пока еще идет поиск. Вот есть такое, что у нас тут у нас есть пару идей по очистке, которые не используют дорогие растворители, но они не то чтобы дорогие, они скорее токсичные и в конечном веществе их нет, но пока их используешь, как бы все равно есть, само их использование это уже производство и нанесение вреда окружающей среде. В настоящий момент у нас есть пару идей, но мы пока их не разработали, это механическое отделение биосурфактантов еще на этапе их, ну то есть в конце этапа их культивирования с помощью образования пены. Они же поверхностно-активные вещества, то есть это павы, и когда бактерии их образуют, культура пенится, и обычно нам это не нужно, потому что это мешает культивированию, и мы добавляем пеногаситель и пену убираем, но в данном конкретном случае именно в пене есть биосурфактанты, и можно придумать, ну то есть мы работаем над тем, чтобы создать установку для отделения механического вот этой пены, где находится основной сурфактант, и дальше его доочищать меньшими усилиями, а вот все остальное культуру, она нам уже не нужна, то есть мы можем убирать ее из работы. То, что нам мешает, то нам и поможет. Ну, в этом случае да. Это прекрасный принцип, кстати. Мне всегда нравятся ситуации, когда ты вдруг находишь выход там, где вообще его не ждал. То, что мешало, вдруг помогает. Вот всегда там потенциал всегда большой, ну на мой взгляд. по культуре, скажем так, по... Там же стоит еще первоначальная задача, стоит найти продукт, на котором будет развиваться эта бактериальная система, и который продукт был бы дешевый, и из него был хороший выход. Найден такой продукт? Ну, как раз-таки эта часть работ еще не выполнена, потому что работ... Ну, то есть работа над этим гранатом началась только-только, а мы до этого заканчивали другой проект наш. И сейчас мы подобрали те отходы, которых много в Татарстане, к которым есть доступ, но все равно мы должны протестировать, потому что мы не можем сказать, ну, то есть нам кажется, например, что картофельные очистки или сточные воды, например, жирные или отработанный жир, это очень ожидающий питательный продукт, теоретически нам так кажется, потому что, например, мы где-то в литературе это узнали, ну и логически тоже, потому что микроорганизмы любят такие субстраты, но именно конкретные штаммы, как будут себя вести и какой отход в конечном итоге мы выберем, это пока без испытаний тяжело сказать. То есть есть пул отходов, которые мы будем брать в работу, это какая-то там батарея, например, там отходы свекойного производства, сточные воды еще, отходы жмыха, рапса, жмых подсолнечника, вот, но их всех нужно тестировать. Вот скажите, в случае успеха подбора этих бактерий, да, после того, как на жмых сточные воды, картофельной очистки, что вы указали, после того, как их бактерии съедят, правильно помню, они будут есть, что потом получается вот из этих вот жмыхов, жиров, потом, что, их вообще можно использовать или просто их удобнее захоранивать? Ну, так как у нас институт экологии и прижит пользования, мы можем включить свои старые технологии, которые у нас уже разработаны, в том числе это и компостирование, то есть там, естественно, после потребления микроорганизмами этих отходов все равно остаются еще отходы, потому что они все равно не полностью все это потребляют, и поэтому можно их например, применять для изготовления компостов. У меня такой вопрос. Вашими идеями заинтересовались наши гранты, индустриальные партнеры, те структуры, которые занимаются производством тех препаратов, которые сегодня используются в сельском хозяйстве. Если заинтересовались, то кто и как и какие подробности? У нас есть две, наверное, категории заинтересованных сторон. Первая категория это производители биопрепаратов. Мы очень тесно сотрудничаем с казанским предприятием, с Беноватиком, который производит биопрепараты для сельского хозяйства. И вторая категория это те предприятия, которые применяют у себя биосурфактанты. Это агрохолдинги. Например, у нас есть также тесное сотрудничество с Агросилой. Еще, наверное, стоит упомянуть о том, что у нас была встреча с Уралхимом, которым мы также представляли проект по биосурфактантам. Их наши биосурфактанты заинтересовали с точки зрения адъювантов, с точки зрения прилипателей. Это про то, что Лиля Рамелина рассказывала, что добавление сурфактантов в баковую смесь приводит к увеличению эффективности пестицидов и, вероятно, минеральных удобрений. То есть они хотят протестировать возможность использования допустим инхилатных удобрений совместно с сурфактантами. Будет ли это более эффективно? То есть такие запросы от коммерческого сектора есть? Я просто хотела бы добавить, что сейчас очень многие большие холдинги, производящие минеральные удобрения, средства защиты растений, таких как Уралхим, Фосагра, Август и так далее, они сейчас все практически в свою линейку продуктов включают и продукты биотехнологий, то есть биопрепаратов. И, конечно, вот такие разработки, которые мы делают, им интересно. Ну вот, в частности, как сказала Полина Александровна, Уралхим, прямо у нас было проведено несколько консультаций с отделом инноваций инвестиций, ну и сейчас они думают, что и как, потому что у нас по некоторым проектам, которые их заинтересовали, то есть помимо биосурфактантов, стоит сейчас вопрос о наработке, например, больших партий для производственных опытов, и это как раз могли бы помочь нам коммерческие партнеры. Что касается биосурфактантов, да, им очень интересно, они все выясняют, планируют, но это тоже не короткий путь. Ну то есть у них просто есть оборудование, у них есть производство, на котором это можно попробовать отмасштабировать. Да, скорее так, можно сказать. Ну что ж, вы знаете, у меня еще один вопрос, который меня заинтересовал. Ромилевна упоминала о том, что начинала вся эта идея с не сельского хозяйства, а с нефтедобычей, нефтеподготовки. Как бактерии, ну вот кратенько отойдем мы от сельского хозяйства, как бактерии, как ваши идеи могут использованы там? Давайте я кратко расскажу. Да, изначально мы работали в нефтяной тематике, биосурфактанты это же синтетические, ну это природные павы, а сейчас для добычи как раз в нефти, для эффективной добычи нефти третичные используют синтетические павы, потому что они снижают поверхностное натяжение и снижают... павы это что-то типа разбавителя? Это что-то типа мыла, поверхностно активное вещество, которое действует на поверхность, вот почему с тарелки жир убирается, потому что пленочка разбилась, а пока она в пленочке, она будет крепко держаться. Да, то есть как раз нефть в Татарстане она у нас тяжелая, и чтобы ее добыть, нам нужно производиться закачка воды, а воду закачивать с какими-то веществами, чтобы облегчить эту добычу. То есть типа ферри, да? то есть мы добавляем ферри, вот эту всю пену добавляем, и нефть разбивается в воде на маленькие капельки, их легче просто добыть, то есть меньше усилий надо прилагать для добычи, и наши химики как раз бьются над разными павами синтетическими именно, чтобы там меньше их было добавлять, и они были эффективнее. Мы же в свою очередь так как волнуемся за грунтовые воды и за окружающую среду, мы стали работать в этой области в плане разработки биологических павов. То есть то же самое закачиваем скважину вместе с водой, эти вещества эмульгируют нефть, разбивают на маленькие капельки, и нам ее просто легче добыть. То есть они снижают поверхностное межфазное натяжение между нефтью и водой, и это легче добывается. Собственно, бактерии, которые поедают нефть, они так и делают, когда, например, мы ставим культуру культивироваться в колбе, сначала нефть у нас такой ровной пленкой, а потом бактерии ее на много-много маленьких кружочков разбивают, и это очень интересно студентам всегда смотреть. И это облегчает собственно добычу. А также биосорфактанты можно применять, ну тут уже мы легко конкурируем с химиками, можно применять для биоремедиации нефтезагрязненных почв. То есть мы можем добавить биосорфактанты, чтобы помочь нативным микробам, которые есть на почве, легче ее деградировать, чтобы ее не оставалось на почве это загрязнение. То есть либо используют сами микроорганизмы, которые выделяют опять-таки сурфактанты для эмульгирования нефти, либо мы добавляем сурфактанты, там уже есть микробы, они взаимодействуют и очищают почву. То есть разлив нефти на почве, вы приходите с мешками, рассыпаете, разливаем и через год? Ну да, через год, не через год, там скорее нужен теплый сезон, когда микроорганизм активный. Два-три теплых сезона и, соответственно, почву можно дальше высаживать и она спокойно производит то, что мы любим. На самом деле процесс ремидиации, он как бы никогда не состоит из какой-то одной операции, да, то есть все будет зависеть от того, насколько большой разлив, насколько нефть успела впитаться в почву и так далее. если очень большая концентрация, то сначала просто собирают нефть, которая вот таким озерцом на почве, потому что с этим не справится никто. А вот когда уже остается меньше нефти или небольшой разлив, тогда эту почву можно перемешать с помощью тракторов. Таким образом, мы даем микробам, которые есть в почве, кислород необходимый для разложения нефти. Можно добавить туда, например, компосты, которые мы произведем после того, как мы на нем растили бактерии для получения сурфактантов, а из остатков произвели компост. Компост тоже разрыхляет почву, дает питательные вещества и обработать этим биосурфактантом. Тогда бактерии, которые есть в почве, они всегда там есть, и там всегда есть бактерии, которые водорода, это тоже природное свойство. Они взбодрятся и быстренько процесс ремедиации осуществят. Наша программа потихонечку подходит к концу, но я задам этот вопрос. Мы люди и наша природа, мы любим мечтать. И вообще без какой-то такой отдаленной мечты нам в науке заниматься точно неинтересно. Я хочу вас спросить, вы сейчас работаете на узких направлениях, видите узкие места, видите проблемы, сталкиваетесь с трудностями, но у вас все равно есть какая-то отдаленная мечта, идея, ради которой вы это работаете. Как бы вы ее сформулировали? Отчасти Светлана Юрьевна для меня уже раскрыла, когда она сказала, что после загрязнения почву мы культивируем, вносим наши биосурфактанты, потом компосты, которые из этих биосурфактантов производились и полный цикл. Полный цикл это та мечта, которой вы идете? Я если честно, я даже не очень пока не знаю, как сформулировать этот ответ, но то, о чем вы говорите, это, конечно, хорошо. Мы много сейчас говорим о циркулярной экономике, мы много сейчас говорим об экологически безопасном хозяйствовании и так далее. И когда мы об этом говорим, мы понимаем, что это не один этап, это должно быть на каждом этапе производства чего-то, должны учитываться отходы, и человек должен понимать, что с этими отходами сделать, потому что мы можем получить прекрасный продукт и получить кучу отходов, которым мы загрязним окружающую среду. Это примерно так же, когда в 60-х годах прошлого года строили очистные сооружения, в частности вот у нас Казани, и сточная вода, которая идет в Куйбышевское водохранилище, она была вся очищена, но при этом никто не позаботился толком о том, а что же делать с отходом, который образуется при очистке сточных вод, это осадок сточных вод. И долгое время в районе Атар у нас эти были ужасные иловые поля, которые пахли и так далее, и, наверное, только сейчас вот найдено решение, было принято решение о том, что мы будем этот осадок сушить, использовать в строительстве и так далее. То есть надо решать вопрос отходов. Конечно, такая циркулярная экономика это прекрасно, но исследователь, наверное, все-таки глобальные задачи не ставят, потому что понимают, насколько долог и насколько сложен каждый шаг. И вот, как вы говорили, для того, чтобы придумать что-то новое, вы задавали вопрос, а чем отличается, что нового сейчас вы уже, какие есть идеи. На это требуется время, но, конечно, очевидно, вести хозяйствование без негативного воздействия на окружающую среду, чтобы человек мог не только есть и насыщаться, но он мог есть качественную пищу, чтобы он мог дышать хорошим воздухом и купаться в чистой воде, это, конечно, цель благая, хорошая, и на самом деле то, чем мы занимаемся, она вот к этой цели, наверное, она и ведет. Ваши коллеги, у которых еще нет такого опыта и понимания, как все это трудно, может быть, у них мечта более оптимистична, со временем она может поугаснет, но вдруг они что-то добавят. Не знаю, мне кажется, у нас наоборот отсутствие опыта дает мечтать более глобально. Вот я про это и говорю, мне как раз это интересно. Поэтому, когда в свое время мы изучали устойчивое развитие, это там много же говорится, что мы должны оставить будущим поколениям состояние окружающей среды не худше, а даже лучше, чем сейчас. И если мы можем какой-то маленький кирпичик вложить в это, то, мне кажется, это было бы здорово. Я немножечко более пессимистична по этому вопросу, поэтому я скажу скорее, наверное, об образовании экологическом и о том, что чем больше людей имеет экологическое образование, тем лучше будет для окружающей среды, потому что все, что мы делаем, оставляет след на планете. И мы должны об этом помнить. Ну что ж, спасибо большое за этот интересный разговор. Я еще раз представлю наших гостей. Сегодня у нас в студии доктор биологических наук, профессор, директор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Светлана Юрьевна Сильвановская, кандидат наук, доцент, представитель кафедры прикладной экологии того же института Курынцева Полина Александровна и Старший научный сотрудник, кандидат наук и представитель учебно-научной лаборатории Центра агро- и экобиотехнологии Казанского федерального университета, тоже представитель Института экологии и природопользования Бекташева Лилия Рамилина. Журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...